Добрый день, дорогие друзья, и рад приветствовать вас на своём канале. Спасибо за вашу реакцию, за то, что вы приходите на наш канал, смотрите. Один раз вставили тихую музыку, и до сих пор, я смотрю, её пытаются найти дальше. Пишут свои комментарии по этому вопросу, но так и не слышат, что говорится при этом в кадр. Пожалуйста, будьте более внимательны к тому, что вы слушаете. Сегодня в нашем разборе мы затронем только два вопроса. Хотя будут и подпункты в каждом, но тема будет не только короткая, но и интересная и практичная. После каждой идеи я буду сегодня делать некоторый вывод, чтобы закрепить материал или конкретную идею, которую разбирали. Итак, у нас всего два вопроса. Отстаивать истину, или когда это возможно? И мы посмотрим в историю, как этот процесс происходил. Разные конспекты на сайте и в телеграм-канале. Нам написали о том, что кот не работает, мы поменяли. Тот почему-то перестал работать, почему не знаю. Я благодарен за ваши лайки, за комментарии, за вашу активность и поддержку канала. Давайте будем дальше продолжать такую активность. Пусть во всем будет прославлен Бог, как наш великий учитель истины. У нас сегодня уже четвертый урок в этом квартале. Отстаивать истину. Вот само название темы уже подталкивает нас к тому, чтобы в этом уроке мы имели сначала важную идею. За истину мы уже говорили в прошлых уроках. Но вот в этом уроке поднимается вопрос о том, что о ней нужно не просто говорить, а ее нужно отстаивать. Иногда даже ценой своей жизни. Основной стих автор предлагает сегодня Иоанна 3 глава 14-15 стих. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому, дабы всякий, верующий в него, не погиб, но имел жизнь вечную». Вот в этом разборе урок хотелось бы рассмотреть чисто практически. Даже когда мы будем брать историю. Я хотел бы, чтобы даже с той историей мы брали уроки для себя. Поэтому в нашем разборе мы будем часто останавливаться, делать какие-то выводы, замечания, чтобы оно как-то оставалось в нашем памяти. Первый вопрос, который мы поднимем, говоря об отстаивании истины, вот когда это вообще реально возможно? Вот если мы пытаемся ответить на этот вопрос, давайте, дорогие зрители, обратим свое внимание на некоторые очень важные моменты, чтобы это было понятно и применимо к нашей жизни. Во-первых, когда мы говорим об отстаивании истины, надо ее самим знать. Вот посмотрите, как это обрисовал Христос на горной проповеди. Я не знаю, почему Матфей именно на это не обратил внимания. Но евангелист Лука, который не присутствовал сам там, на этой проповеди, но он говорит, я опрашивал очевидцев, он вставил очень важные детали именно вот в этой проповеди. Причем он это сделал не от себя, а от тех, кто там реально присутствовал, кого вот эта тема заинтересовала. И они тоже обратили свое внимание на эти вопросы. Шестая глава Луки, 47-48 стих. Христос говорит, всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камни. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. И вот здесь очень важные детали в этих стихах. Во-первых, происходит личное изучение Писания. Я понимаю, проповедь, посещение церкви, какие-то вопросы служителю или вопросы в поисковике интернета, они здесь не проходят. Второй очень важный момент. Библия говорит, копал. А для этого есть очень много инструментов. Симфония, атласы, номера стронга. Но даже если всего этого нет, вам подойдет обычная бумага, ручка, и начинайте задавать вопросы, начинайте искать ответы. Дальше Христос подчеркнул еще одно очень важное действие. Углубился. Другими словами, это контекст. То, что выше, то, что ниже. Это исторические данные. Это любая дополнительная информация. Следующий важный момент. Положил основание. Причем на камни. Другими словами, это наше личное убеждение. Это не доктрина церкви. А то, к чему лично пришли сами, найдя свои аргументы, объяснения, доводы. И еще деталь, которую Христос подчеркнул, это должно происходить ежедневно. Потому что идет строительство нашей веры, наших взглядов, убеждений, мировоззрения. Какой можно сделать вывод? Здесь, вот в этой части, Христос говорит о том, что надо поднимать лично для себя знания истины. Второй подпункт – самим так жить. Смотрите, как апостол Павел на эту тему говорит такие слова. 1 Тимофея 4,16. Он говорит, «Вникай в себя и в учения, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая и себя спасешь и слушающих тебя». Другими словами, какие-то новые дополнения к вот этому процессу. Когда я читаю Писание, очень важно соотносить вот те принципы, которые я нахожу, которые открыты Богом, для себя лично. Или искать их как руководство для себя. Причем это делать всякий раз, когда мы открываем Писание. Неважно, это в церкви, дома, приличном исследовании Библии. Я на это должен быть настроен всегда. Дальше апостол Павел продолжает 1 Коринфянам 7,17. Он говорит, «Только каждый поступай так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал». И вот здесь хочется проиллюстрировать эту идею. Десятая глава Луки описывает одну историю о милосердном Самарянине. Там один человек подошел ко Христу с подвохом. И в ответ Христос рассказывает ему историю. И в конце задает вопрос. И Библия говорит о том, что человек на этот вопрос Христа отвечает. И вот послушайте теперь повеление Христа вот этому человеку. Оно и нас касается. Это десятая глава Луки, 37 стих. Христос говорит, а, этот человек, говорит, оказавший ему милость. А Иисус сказал, «Иди и ты поступай так же». Я, может быть, пессимист, ну, или реалист. Но вот размышляя об этом человеке, читая эту историю, я думаю, что этот человек и дальше будет поступать как священник и левит. У него такой же образ жизни. И очень часто теория расходится с практикой. К сожалению. Какой можно сделать вывод? Знаете, это наиболее проблематичный пункт у верующего человека. Потому что жизнь очень часто расходится с верой. Третий подпункт – знать цену истины. Я хотел бы прочитать один очень мудрый совет. Притча 23.23. Соломон говорит, купи истину и не продавай мудрости, и учения, и разума. Вот здесь Соломон говорит о том, что в истину нужно нечто вложить. И сразу хочется задать вопрос. А сколько это стоит в плане вечности именно с моей стороны? Матфея 13 глава, 45-46 стих. Христос говорит, еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Вот здесь Христос очень четко в этой иллюстрации говорит о цене. Он говорит, продал все, что имел. Что Христос имел здесь в виду? Вот если говорить об истине, то Христос говорит, ради нее мы должны быть готовы оставить все. Свои мнения, предрассудки, мнения окружающих. Когда я смотрю на реформаторов, они оставляли даже многие учения церкви, в которых они сами выросли. И вот если цена такова для меня, то от меня должно быть именно такое решение. Это то, что касается цены истины для меня. Но есть и другая сторона медали. Есть те, кому мы предлагаем истину или продаем. Кстати, дьявол на небе тоже занимался торговлей своими идеями. Так в Эзекииля 28 главе написано. Да и Духовный Вавилон тоже от этого живет. 18 глава Откровения. Вот для этих людей, которые нас окружают и которым мы отдаем или предлагаем им истину, для них тоже есть некий ценник истины, с которым они тоже сталкиваются. И самое интересное, у каждого человека этот ценник на истину может быть разный. Какой можно сделать здесь вывод? Очень важно знать цену истины для себя и платить ее. Но очень важно знать цену для других и считаться с их выбором. Еще один момент, который очень важен в понимании этого вопроса – иметь правильный настрой. Вот когда мы говорим о времени сейчас, то мы должны иметь мужество отставить истину, невзирая ни на что. Потому что это должно быть нашим принципом. Вы посмотрите, что Христос говорит нам на эту тему. 8 глава Марка, 38 стих. Вот поэтому, веря во второе пришествие Христа, ожидая этого события, но при этом стыдясь свидетельствовать об истине другим, вы просто удивитесь, когда Христос из-за стыда отвернется от вас. Не от того, что вы не сделали макияж или одеты не так. Потому что со своей стороны вы сейчас стыдились свидетельствовать. Вот такой будет результат. Конечно, неприятная идея, но она для многих христиан станет очень мрачным фактом, когда вход в вечность для них будет закрыт. Но есть еще одна сторона этого вопроса – время потом. Это когда мы говорим о будущем, но в этом не верим. Это вообще проблема? Происходит некий раздрай души нашего разума. Апостол Павел в 1 Коринфянам 15 главе задает очень много логических вопросов о будущем. И он говорит, если человек не верит, то он еще во грехах. Его вера напрасна. Он вообще лжесвидетель. И какой тогда вообще смысл в такой религии? Вот прочитайте эту главу более внимательно, на досуге. В чем суть идей, заложенных в этих рассуждениях апостола для нас с вами? Если в это веришь, то живи этой надеждой, знай, что будет потом, и знать должен уже сейчас. И пусть эту надежду на будущее окружающие увидят в твоей жизни, увидят в твоих словах. Вы посмотрите, как Ио в 19 главе говорит о своей надежде с 25 стиха. Он говорит, а я знаю, искупитель мой жив. И он последний день восставит из праха распадающую кожу мою сию. И я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его. Мои глаза, не глаза другого, увидят Его. Когда мы читаем 11 главу послания к евреям, очень красиво апостол описал галерею таких мужей веры, мужей надежды. Какой можно сделать вывод? Когда мы смотрим на себя сейчас, нам очень нужно мужество. Даже если встретим какое-то сопротивление, иногда гонение, может даже до смерти. Если говорить о потом, нами должна двигать надежда. Мы должны знать, в кого мы уверовали. Об этой надежде должны знать окружающие. Вторая часть нашего разбора – история этого процесса. Дело в том, что когда мы говорим о реформации, почему-то люди начинают смотреть только на 17 век. Но реформация была всегда. Что такое вообще реформация? Это преобразование, исправление. Оно может быть религиозной, общественно-политической, идеологическим движением. В основном почему-то считают 16-17 век, который был направлен на преобразование римно-католической церкви и приведшее к возникновению протестантизма. Интересно обратить внимание на то, что оно началось почти одновременно. В Германии, Швейцарии, Шотландии, Скандинавских островах, Франции, Нидерландах, Австрии, Венгрии, Прибалтике, Польше. Основные события реформации связаны с теоретической и практической деятельностью. Лютера, Кальвина, Цвингли, Меланхтона, Буцера, Кранмера, Нокса. И вот это заявленная цель реформации – возвращение христианства к апостольским временам или реформирование церкви в духе евангельских идеалов. Вот эти богословские и социальные идеи реформации во многом были подготовлены предшествующими духовными течениями – катары, вальденцы, лаларды, маравские братья, такие теологи, как Таулер, Эсхард, Везель, Весель, фон Гох. И особую роль вот в этой критике папства сыграли такие люди, как Уиклиф и Гус, которые обозначили очень многие проблемы реформации. Поэтому, когда мы говорим о реформации, реформация – это не время с 31 октября 1517 года, когда Лютер прибил тезисы к дверям собора. Реформация – это когда постоянное отстаивание истины, в любое время, во все века. Но наш урок затрагивал темное время истории. Когда мы читаем Даниила 7 главу 25 стих, пророк говорит такие слова. «И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени, времен и полувремени». Вот этот период объявляется тремя разными способами в Библии. Время, времена и полвремени – 1260 дней или 42 месяца. Вот это слово «время» является синонимом слова «год». А слово «времена», которое использует Даниил, оно буквально означает два времени. Если взять арифметику, это год, прибавить два года, прибавить полгода – это получается три с половиной года. Или по-другому 12 месяцев, плюс 24 месяца, плюс 6 месяцев, или 42 месяца. Или 1260 дней. Вообще, в древности и сегодня продолжительность месяца составляет 30 дней, если взять по пророчеству. И взять 42 месяца плюс 30 дней – это 1260 дней. Вот все выражения указывают на один период – 1260 дней. Согласно принципу «день за год» большинство сегодня протестантов все-таки придерживаются этого варианта толкования, то этот период охватывает 1260 лет истории. Но дело в том, что этот период, который описан в Писании, еще очень часто сравнивается со смертельной раной зверя. И вот здесь, на что нам следует обратить внимание. Дело в том, что это весьма приблизительные даты, потому что это был процесс, причем очень длительный по времени. Почему мы можем так говорить? Дело в том, что как становление, так и падение, снова исцеление этой раны был очень длинный процесс. 493 год. Остготы разбили Герулов. По откровению, это первый рог. 508 год. Франки победили Вестготов. Второй рог. 533 год. Издание указа о том, что Папа глава епископов. 538 год. Войска Юстиниана освободили Рим. Хотя они еще воевали до 555 года, но уже судьба была предрешена. Это у нас как начало точки отчета 1260 пророческих лет. Когда мы читаем об исцелении этой смертельной раны, мы читаем исторические такие моменты. 1793 год. Указ о запрете христианской веры в Париже. Это во время французской революции. 1798 год. Власть Папы надломлена, хотя он еще сопротивляется. Это конец 1260-летнего периода. И только в 1870 году окончательно власть Папы была сломлена уже при Грибальде. И вот когда я смотрю на этот момент, для нас очень важны сейчас не конкретные даты, начало и конец. Хотя это очень продолжительное время. Для нас важно то, что происходило вот в этот период времени. И вот когда мы читаем этот стих с Даниила, там написано «Против Всевышнего будет произносить слова». Не в том смысле, что он матюкается, ругает Бога. Он издает учения, которые противоречат Писанию, подменяя ясную волю Бога. Дальше Даниил говорит «Угнетает святых Всевышнего». Это как бы давлеть над волей человека, над его свободой выбора. Особенно, когда мы говорим о вопросах убеждений, взглядов. Дальше Даниил подмечает «Возмечтает отменить праздничные времена и закон». Да, история подмечает это, что изменен закон, был перенос с субботы на воскресенье, и эта мечта у зверя почти сбылась. И последний момент, который подчеркивает Даниил, верующие или верные, они будут преданы в руку его. Это реально происходило. Костры средневековья тому свидетельство. Каковы были причины гонений? Обычно причины гонений в период раннего христианства сегодня разделяются историками на следующие категории – экономические. Дело в том, что исповедание веры влияло и часто ограничивало взаимодействие человека с местными или региональными ремесленными производствами. Такой пример мы можем прочесть в 19 главе «Деяния», когда один серебряник говорит, что из-за христианства у них рушится производство. Дальше. Социальное. Дело в том, что христиане отказывались участвовать в безнравственных делах в разных оргиях. Политические. Христиан часто делали крайним при решении политических проблем. И, наконец, религиозные. Потому что христианские верования, обычаи, рост общин почему-то воспринимались как постоянная угроза всем остальным основным таким религиям. Но главной причиной всех этих гонений был сатана. Какой мы можем сделать вывод? Дело в том, что каждый из нас и сегодня может попадать в темный период жизни. И вот что происходит в этот момент с моими убеждениями, вот в это трудное время. Вторая мысль, о которой хотелось поговорить, это вопросы реформаторов. Я бы хотел начать с такого яркого человека, как Петр Вальдо. Это 1140 по 1218 год. Именно он основал религиозное движение вальденцев. Их идеи были, чтобы распространять Библию. И эта идея прошла на юге Франции, на севере Италии, в Германии, Чехии, Испании. Интересно они поступали. Следующая яркая личность. Джон Уиклифф. Это английский, философ, схоласт, богослов, переводчик Библии, реформатор, священник, профессор семинарии в Оксфордском университете. Он был одним из наиболее влиятельных диссидентов среди римокатолического духовенства. И считался одним из главных предтеч реформации. Еще одна яркая личность – это Ян Гус. Это чешский проповедник, мыслитель, идеолог чешской реформации. Буквально рядом с ним жил Иероним Пражский. Он тоже был в Чехии философом, теологом, профессором университета и церковным реформатором, который посвятил всю свою жизнь искоредению тех церковных догм и доктрин, которые, по его мнению, были порочными. В Англии в это время был такой реформатор, как Ульям Тындель. Это английский ученый-гуманист. Это протестантский реформатор, переводчик Библии. Его перевод нового и части Ветхого Завета на английский язык известен как Библия Тындела. Лью Хаммер – это епископ, известный деятель английской реформации. В 1490-х по 1555-е годы жил. Ну и известная личность, конечно, Мартин Лютер. 1483-й по 1546-й год. Говоря о Лютере, действительно был инициатор реформации, ведущий переводчик Библии на немецкий язык. Кстати, ключевой создатель протестантизма и именем которого названо одно из крупнейших направлений – лютеранство. Интересно, что именно он был создателем немецкого литературного языка. Какого хочется сразу сделать вывод? Когда мы говорим о реформации, стоит задать вопрос, а каково мое отношение к реформам именно в моей жизни? Возвращаясь к реформаторам, что же они делали? Дело в том, что самая основная цель для всех реформаторов было сохранить истину или вернуть ее людям. И для этого использовались все средства. Я хотел бы начать с вальденцов. Дело в том, что они всегда при себе имели некие фрагменты Писания. И, идя на рынок, где-то встречаясь с людьми, они подкладывали людям в эти корзинки на базаре, в эти подводы, в карманы засовывали. Они пытались как-то эти фрагменты Библии дать людям. Второй важный момент – это переводы Библии на родные языки. Потом они распространяли Библию. И очень важный момент, который происходил почти с каждым реформатором – это диспуты. Диспуты с князьями, диспуты с представителями церкви. Это преподавание в университетах, это проповеди в церквах. Другими словами, когда я смотрю, что они делали, они популяризировали Писание любыми способами. Они привлекали к нему внимание людей. Они обращали внимание на то, что дьявол пытался спрятать от людей. Какой хочется сделать сразу вывод? Дело в том, что отстаивание истины начинается с моего отношения к Писанию. Как я его сохраняю, как я живу по нему, как я передаю его другим. Знаете, когда я смотрел комментарии к этому уроку, мне понравилась одна мысль. Самая последняя там в конце, когда поднимается вопрос практического христианства. Я бы хотел вместе с вами ее в конце нашего урока поднять. Комментарий предлагает. Говорит, разработайте план из трех пунктов. Как угодно назовите, 1, 2, 3 или А, Б, В, который поможет вам верно стоять на стороне Бога во время гонений. Вот попробуйте этот план разработать, а потом в субботу поделиться этим планом. Поделиться со своей семьей или группой в субботнем классе. Попробуйте это сделать, а потом постоянно придерживаться этого плана. Я благодарен Богу за то, что мы имели возможность разобрать этот четвертый урок. Я бы хотел, чтобы, исследуя этот урок, вы параллельно читали книгу «Великая борьба». Я даже надел такую футболку специально. Прочтите, не пожалеете. До следующей встречи. До свидания.